В руках спичка была, да изба сплыла. Не прошло 10 дней с момента страшного пожара в Батревском районе, который унес жизни двух малолетних детей. И вновь новые тревожные цифры. Всего за два неполных месяца в республике зафиксировано 130 пожаров. Поэтому МЧС Чувашской республики организовал профилактический рейд по домам, особо опасным с точки зрения пожарной безопасности. Наша съемочная группа выехала вместе с пожарными. Здравствуйте, дедуля. Собаки не кусаются у вас, нет? Не сильно. Вы извините нас, пожалуйста, но так вот уж это рейд по жилому сектору у нас. Вот, как говорится, просто хотим посмотреть в каком состоянии. Как вы живете, хотим посмотреть. Справно ли печь у вас? Справно ли печь на отопление у вас? Электрические провода в каком состоянии у вас? За Валерия Федорова сотрудники МЧС беспокоятся не зря. Помещение, в котором живет пенсионер со своей женой, сложно назвать домом. Помимо холода и антисанитария, дополнительную опасность для жизни стариков представляет несоблюдение техники пожарной безопасности. Вот смотрите, дедуль. Вот газовый баллон вот этот, да, получается, это сжиженный газ. Баллон с сжиженным газом. 50-литровый баллон. Он должен находиться снаружи помещения в металлическом ящике. То есть, такие шланги тоже запрещены. В каждой квартире есть у нас специализированные шланги. Они такие, вот как в виде колец сделаны. Только специализированные шланги допускаются. Район, который в городе прозвали Шанхаем, для пожарного рейда выбран не случайно. С начала года здесь зарегистрировано целых три пожара. Одна из основных причин их возникновения – непотушенная сигарета. Поэтому сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют жителям частного сектора не курить в помещении. Мы сейчас вот такие листовки выпускаем. Заснуть с непогашенной сигаретой. Вот видите. Итог может быть плачевный. То есть, привычная небрежность или, как говорится, закономерная неизбежность. Очень много таких случаев. Так что вот. За чашечки чая, пожалуйста, почитайте немножко. Вот как избежать пожара в квартире. В рамках профилактической операции ежедневно проверяется более 500 домов по всей республике. Жители охотно пускают гостей в форме в свой дом. Делятся проблемами, получают советы и консультации. Хочу обратиться ко всем жителям и гостям республики. Все-таки еще раз быть внимательнее и бдительнее у себя дома. Потому что огонь не прощает ошибок. И как при топке печей, так и при использовании различного электрооборудования. Надо обратить внимание не только у себя в хозяйстве, но и на тех соседей, которые вызывают у нас тревогу. Дарина Игнатьева, Андрей Шоколев, Республика.